Как подвязать виноград? Сладкий садовый виноград привлекает многих дачников, однако эта культура требует к себе немало внимания. Она не имеет определенной формы и растет в виде вьющейся лианы, поэтому ее необходимо крепить к какой-либо опоре. Следует разобраться в том, как правильно подвязать виноград, чтобы обеспечить ему необходимые условия для роста. Зачем подвязывать садовый виноград? В благоприятных условиях виноград разрастается быстро. Оно обовьет находящиеся рядом садовые культуры, а также затруднит процесс сбора урожая. Основные достоинства подвязки – улучшенная вентиляция. Регулярное проветривание защитит растение от грибка. Винограду достается много солнечного тепла и света. Это способствует увеличению урожайности, облегчает уход за садовой культурой. Цвет винограда в подвязанном состоянии быстрее раскрывается и опыляется. Растение не вытягивается, растет равномерно и радует глаз. Подвязка молодого винограда. Какие сорта винограда нуждаются в подвязке? Без своевременной подвязки виноградная лоза начнет беспорядочно расти. Касается это практически всех сортов культуры, однако обязательным является для следующих сортов. Виноград Изабелла. Один из самых популярных сортов. Отличается высокой скоростью роста. Виноград Нина. Его ягоды достаточно крупны, для их созревания требуется много солнечного света. Виноград Аркадия. Гроздья этого сорта гораздо крупнее и тяжелее других видов. Когда подвязывать? Есть два способа подвязки. Весенняя ее также называют сухой. Манипуляции проводят до распускания почек. В более позднее время подвязку проводить не рекомендуется. Есть риск повредить почки, что в дальнейшем грозит значительным сокращением урожая. По завершению подвязки необходимо подкормить растение комплексным удобрением 1 столовая ложка. Летняя подвязка. Многие садоводы называют ее «зеленой». После нее ускоряется рост молодых побегов. Растение защищено от непогоды и получает необходимое количество солнечного света и тепла. Манипуляции повторяются в зависимости от роста садовой культуры. Так, за лето виноград подвязывают 3-4 раза. Для подвязки можно использовать различного рода материалы, например, шпагат, тонкую веревку, крючки любой формы и размера. Наибольшей популярностью среди виноградарей пользуются капроновые ленты, нарезанные из женских колготок. В первую очередь с их помощью следует подвесить молодые побеги. Такие ленты прочные могут прослужить больше одного сезона. Что такое шпалера и для чего она нужна? Шпалера – это несложная конструкция, которая состоит из двух столбов, вкопанных в землю на равном расстоянии в 3-3,5 метра друг от друга с натянутой между ними в несколько ярусов проволокой. Количество ярусов можно выбрать самостоятельно. Как правило, их должно быть не менее четырех. Нижний ярус стоит разместить 50 сантиметров от земли. Шпалера для винограда Виды шпалер опытной виноградаре выделяют два вида приспособлений – одно плоскостное, расположенное вертикально. Такое приспособление считается оптимальным для подвязывания растения. Виноградные гроздья получают максимальное количество солнца и растут быстрее. Садоводы любят его за простоту в использовании, легкий доступ к кусту в целях ухода, доступность материалов для его сооружения, обрезки и остатки неиспользованных досок, брусков. Однако у такого приспособления есть и недостатки – такая шпалера может не выдержать рослый куст, на ней можно расположить только одну плодоносящую лозу. Двухплоскостная шпалера Она может располагаться в два ряда по обеим сторонам виноградной лозы на расстоянии чуть более полуметра, либо устанавливаться под наклоном. Такая шпалера обладает теми же достоинствами, что и первый вариант, однако есть и недостатки – необходимость использования большего количества материалов, нелегкий процесс подготовки растения к зиме. Как расположить виноград на шпалере Так как подвязывать виноград следует ранней весной, нужно изначально придерживаться некоторых правил этой процедуры. Сначала у растений обрезают поврежденные морозом стебли, первичные ответвления располагают на первом ярусе. В форме веера молодые побеги завязывают на уровне второго яруса. Крепить их рекомендуется горизонтально. Побеги, которые появляются в летний период, необходимо закреплять на третьем и четверитом ярусах дугообразно. Подвязка винограда к шпалере не требует особых навыков. При соблюдении приведенных правил виноградный куст будет расти и равномерно получать необходимое количество солнечного света и питательных веществ. Виды креплений Любому садоводу, любителю хочется облегчить процесс ухода за растением, тем более если на дачном участке посажено не менее 4-5 кустов. Решая как быстро и надежно подвязать виноградную лозу, не обойтись без подручных средств. Здесь допустимо использование любых инструментов, крючков, проволочных колец, держателей для орхидеи, зажимов, степлера, клеевого пистолета. Клеевый пистолет, обратите внимание, в зависимости от используемого материала крепление винограда может осуществляться при помощи узлов. Подвязывая лозу горизонтально, можно закрепить ее на шпалере при помощи алюминиевой проволоки. Для вертикальных побегов применим шпагат или текстильная лента. Формирование куста в виде веера немногим садоводам, новичкам известно, как привязать виноград к опоре. Для растения подходит любая схема, однако классическим вариантом, который полюбился многим виноградарем, остается веерная форма. Подобная схема предполагает составление ответвлений в виде рукавов, выходящих за границы основания растения. Обратите внимание, культуру, сформированную подобным образом, достаточно легко снять со шпалера и уложить выкопанную яму с последующим укрытием для зимовки. Для составления формы веера первый год жизни саженцу растения оставляют только два побега. Они, в свою очередь, считаются рукавами. Их необходимо укоротить до трех-четырех почек. Во время сбора урожай оставляют по два рукава с двумя побегами. На третьем году жизни винограда во время сухой обрезки вновь оставляют по два побега. Виноградные лианы подвязывают к шпалере горизонтальным образом, а новой ветке – вертикальным. Если подвязка растения была выполнена правильно, садовый виноград должен принять форму веера. Как правильно подвязать молодой виноград? В течение первых двух лет жизни его не рекомендуется крепить по стандартной схеме. Лозу подвязывают к маленьким колышкам, либо составляют миниатюрную конструкцию шпалеры. В качестве инструментов используют мягкие материалы, не способные травмировать стебли. Оптимальным вариантом станет установка сетки с крупными отверстиями, по которой привязанное молодое растение сможет расти в высоту. Подвязка к сетке – общая рекомендация при подвязке винограда. Чтобы не повредить растение, необходимо усвоить несколько простых правил. Не стоит подвязывать виноградную лиану вертикально. Среди новичков эта ошибка встречается чаще всего. Вертикальное крепление грозит низкой урожайностью – повреждением побегов. Также при вертикальном расположении куста развиваются только верхние почки. Растение следует располагать горизонтально по нескольким причинам. Все побеги винограда получают одинаковое количество питательных веществ. Грозди растут крупными, созревают быстрее. Из-за эффективной вентиляции растению не грозят грибковые заболевания. Виноградную лозу следует крепить таким образом, чтобы не повредить стебель. При использовании тугой проволоки или лески можно травмировать виноград и занести инфекцию. Подвязывать стебли можно мягкими лентами либо крепить с помощью специальных зажимов. Не стоит располагать стебли в одном направлении. Это приведет к загущению растительности, отсутствию вентиляции. Побеги должны крепиться по разным сторонам. Важно! Если виноград слабо закреплен на шпалерии, это может привести к плачевным последствиям. При разрастании культуры и утолщении стеблей неукрепленная опора может развалиться от сильного ветра. При креплении виноградной лозы к шпалерии не рекомендуется изгибать побег. Питательные вещества к нему поступать не будут. В этом случае побег может засохнуть и отвалиться. Как известно, травмированный куст дает меньше урожая. Поэтому располагать виноградные разветвления нужно при небольшом сгибе. Нельзя торопиться, чтобы быстрее закончить подвязку. При спешке можно неэффективно закрепить стебель. Во время порывистого ветра виноград трется о шпалеру, что может привести к травме лозы. Опытные виноградари советуют подвязывать побеги в виде цифры 8, так материал для подвязки проходит между шпалерой и виноградным стеблем. Некоторые садоводы утверждают, что виноград можно вырастить и без подвязки, что является ошибочным мнением. Растение в любом случае требуется опора, иначе куст не сможет правильно развиваться, расти и плодоносить. Вырастить такую прихотливую культуру на даче непросто. Любому садоводу необходимо знать, как подвязать виноград, чтобы каждый год растение радовало своим обильным и сладким урожаем. Редактор субтитров А.Семкин